Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Месяц назад мы познакомились с мужчиной. Первые две недели были идеальными, начиная от ласковых слов, заботы, заканчивая действиями. Позже устроился на новую работу, работает очень много, всю неделю более 11 часов. Общения стало крайне мало, ласковых слов нет совсем, не интересуется делами, но связь поддерживает каждый день. Ни доброго утра, ни спокойной ночи, если говорить что-то приятное, а сама в ответ игнор. Что это? Говорит, что интерес ко мне не пропал. Понимаю, что он встаёт, но разве за неделю сложно сказать «обнимаю» или ласково назвать? Просто как отрезал. Ссор не было, ничего не было. Сейчас для него работа это много, работа перспективная, стоит она на первом месте, говорит нужное время. Но мне тяжеловато, не хватает нежности какой-то, как было первые две недели. Я не верю, что за неделю чувства могут дроблять, тем более такие. Каждый день говорю как сценить, что я лучше, а сейчас даже ласково не назовёт. Это действительно работа, стресс усталость или ему плевать на меня. Ну, смотрите, здесь ситуация заключается в том, с точки зрения психологии, что многое зависит от того, какие отношения вы выстраиваете. Вот. То есть, иными словами, вообще-то, вообще говоря, месяц, ну, для отношений это на самом деле не так много. Вот. И две недели тем более. Поэтому, вполне возможно, что мужчина был вами увлечён. Вот. Но чувства не окрепли, чувства не передаст ли вас что-то глубокое. Именно поэтому очень важно понимать, какие именно отношения вы выстраиваете. Какие. Гендерные или личностные. Вот. Потому что личностные отношения не характеризуются тем, что вы описываете. А вот гендерные, да. Когда женщина воспринимается как некий такой атрибут мужчины, да. Вот. Это не хорошо и не плохо. Просто вот чревато такими вещами. Это первое. Второе. Что-то вам самому не хватает нежности и то, что вы говорите ласковые слова для того, чтобы получить в ответ что-то. Говорит первое о том, что вы как-то сильно центрируетесь на мужчине. Как будто бы вы не живёте своей жизнью. Как будто бы вам нужно всё время подтверждение. То есть вот это вот то, что вам не хватает нежности, вот эта нехватка. Её необходимо проработать, её необходимо исследовать. И необходимо вам, как бы, ну, с помощью психолога решить проблему, которая лечит в основе этого. Вот. Дело здесь не в том, что вы не должны хотеть нежности. А дело здесь в том, что реагировать на то, что вам её не дают, нужно, ну, адекватно. Это первое. А второе, ну, иметь альтернативы для её получения. Сейчас складывается ощущение, что вам человек говорит, ты мне не ценна, я тебя не люблю. И вы чувствуете себя такой неценной и нелюбимой. И, собственно, вы говорите, что ему плевать на меня. А вот это, как бы, ну, выглядит сейчас по вашему тексту, как будто бы проекция, как будто бы перенос, как будто бы вы сами то, что вот о себе сами думаете, переносите на мужчину. Вот. Ну и, как бы, есть ощущение, что ваши отношения достаточно стремительно развивались. Есть ощущение, что была страсть некоторая. Вот. Страсти свойственно проходить. Вот. Что, собственно, мы и видим. Поэтому пропали и пропали, нет времени, нет времени и нет времени. Обратите внимание, что вы как будто бы не принимаете, да, реальность, скажем так, человека. Вот. Вы её не принимаете, но вместе с тем вы пытаетесь эту реальность как бы изменить. То есть хотите вернуть всё как было. Вот. Ну, тут нужно понимать, что это может и не случиться. Почему-то вас в эши не устраивает объяснение человека, что тоже говорит о некой тревожности вашей и неуверенности в себе. Вот, собственно, эти моменты вам и нужно, на мой взгляд, корректировать, пока отношения совсем полностью не развалились. Если, конечно, вам человек дорог. Понимаете? Вот. То есть понятно, что вы хотите внимания, но чувство своей значимости вам желательно ощущать не только от одного человека. Мне кажется, что как минимум, как минимум, вы достойны большего. А как кажется вам? На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Удачи вам. Всего самого доброго. Обращайтесь. До встречи. Оусяции YouTube